О, хей, мэр, такие бардашопаловать на мой накал, га умлистись! Давным-давно у нас уже не было никаких новостей по привет соседушке. И вот, сегодня ночью они появились. Уж не знаю, насколько далеко мы сможем продвинуться в нашем расследовании дела соседа, но какие-то очень интересные и захватывающие новости ждут нас, это очевидно. Разработчик, начинай, не разработчик-издатель игры Tiny Build, они выпустили сегодня ночью. Во-первых, я сразу увидел это дело в Твиттере, и захожу я, значит, к ним. Вижу замечательного содержания твит. Они отправляют, значит, две делают публикации. Первая называется с хэштегом Secret Neighbor, что в переводе на русский означает секретный или тайный сосед. Дальше хэштег Hello Neighbor, это все понятно. И дальше идет сайт SecretNeighbor.com. И надпись, надпись. Е-Ар-ся-е-по-п-и-в-и-ди-я-у-щ-а-т-ш-с-э-н-м-от-радан-г-ду-д-гу-с-ро-ас-н-ко-но. И вот такой вот непонятного содержания тоже флэш-гиф какой-то кусок, или, ну, это типа видео. Что мы видим здесь? Если мы увеличим, мы видим. Да ничего мы здесь не видим, я вам сейчас покажу более лучшим качеством. Значит, короче, сосед на фоне какого-то непонятного просвета в дверном проеме стоит. Дальше, дальше делают еще один твит Secret Neighbor. И, в принципе, тоже самое оставляют, но только ссылку оставляют на свой YouTube-канал, где выложено это самое видео. Вот мы можем его сейчас посмотреть. Оно вроде как качество получше здесь. Видео без звука, вот если включить его сначала. Видео идет у нас без звука. Мы видим просто у нас кубок какой-то, кстати, стоит таких кубков, я нигде не видел в игре. Стоит сосед в проеме дверном и светит солнечный свет прямо на него. Вот так вот это дело все выглядит. Все, никакого звука, ничего нет. Если мы свернем и поставим на паузу, посмотрим в описании. В описании тоже ничего нет, есть только эти страшные слова. Ссылка secretneighbor.com, сайт, сейчас мы на него пойдем посмотрим. Ну и все, дальше пошли комментарии. Ничего такого сверхъестественного нового мы здесь не видим. Явно, что вот эти вот слова непонятные, они что-то означают. Если мы вдруг перейдем на этот сайт, secretneighbor.com, то мы увидим, в принципе, то же самое. На заднем фоне у нас идет гиф-фрагмент, где, ну или типа видео, где сосед озирается по сторонам на фоне прозрачного, ну, в смысле, светящегося дверного проема. И опять же, та же самая надпись на непонятном языке. Конечно, все сразу кинулись смотреть, что наверняка это равоничурский, так называемый язык, что здесь русскими буквами написаны русские слова, просто они перепутаны порядком. Ну, я как ни ломал голову, и не только я, а многие другие тоже пытались понять, что это за такие слова здесь, никто ничего не понял. Даже вот если мы посмотрим на слово nmod, я даже не знаю, что можно, или с roa, что вот здесь можно, как это можно поменять, четыре этих буквы, чтобы получилось какое-то непонятное слово. Короче говоря, вот этот код непонятен, написано don't miss the announcement, не пропусти объявление. Если мы нажмем на эту штуку, то мы попадем на форму, где мы можем ввести свои данные, и таким образом подписаться на рассылку TinyBuild. Вот, в общем-то, и все, что дает нам эта штука. Если мы зайдем в исходный код страницы, вот он у меня здесь открыт, здесь тоже можно немножко покопаться и найти интересную штуку. Ну, во-первых, сайт сделан на VIX, это все понятно. Дальше, вот интересно, смотрите, написано name, имя, description, описание, и дальше идет контент. И вот эта вот фраза В переводе на русский означает полностью новая игра во вселенной привет сосед и узнать к вопросу. То есть это как бы вот эта страница, она имеет как раз вот такой подтекст. Ей еще интересный момент. То есть, во-первых, да, давайте сразу на этом остановимся. Дальше, в принципе, здесь можно еще покопаться, но ничего сверхъестественного мы здесь не найдем, конечно же. И вот, Secret Neighbor announcing soon. Скоро будет объявлено, объявление какое-то будет о тайном соседе. Это, видимо, новая игра во вселенной привет сосед. Главным игрой, наверное, будет кто-то другой, а не наш дорогой соседушка усатый. Так, в принципе, здесь больше ничего нету. То есть разработчики, они говорили о том, что будет продолжение или это будет привет сосед 2. Непонятно, то есть были некие намеки, что продолжение будет. Многие думают, что это сосед 2, то есть продолжение истории нашего соседа усатого. Но что-то мне подсказывает, что это будет абсолютно новая игра. То есть означает, она должна быть про героев, которые вообще не связаны с событиями первой части. Ну или, по крайней мере, они в них не фигурируют. И мы за них не играем. То есть не за нашего маленького пацана и не за соседа самого. То есть это будет какая-то новая игра в городе Равони Чури про других людей, которые там живут. Возможно, это как-то будет пересекаться с историей соседа, но будет совершенно что-то другое. С этим мы разобрались. Вряд ли это будет полностью какая-то новая игра. Скорее всего, это будет в формате DLC, типа как дополнение какое-то выйдет оно. Когда скоро написано? Непонятно, когда скоро. Что вот означает этот код? Тоже непонятно. Если вдруг вы смогли его расшифровать как-то, то обязательно пишите об этом в комментариях или в личное сообщение ко мне. Вконтакте или в Твиттере тоже можете твитнуть. И тогда я увижу обязательно и как-то среагирую. Но только не придумайте ничего, если вы только правда знаете, как это расшифровывается. А то начинают там небылиться всякие сочинять, а мне потом приходится все это дело разгребать абсолютно бесцельно. Еще интересный момент, который не бросается в глаза, но его можно заметить. Если я, допустим, возьму и нажму твитнуть и вставлю сюда адрес вот этого самого сайта secretneighbor.com, как будто я решил твитнуть. Кстати, если вы на мой Твиттер еще до сих пор не подписались, то сейчас самое время это сделать, потому что ссылку на него я оставил в описании, как и каждому видео, в общем-то, оставляю. Значит, secretneighbor.com, вот мы нажимаем твитнуть, ваш твит отправлен, теперь мы заходим на главную и смотрим, как же наш твит теперь там появился. Вот он у нас как бы появился. И вот смотрите, интересный момент, видите, каким образом он у нас появился. Я не знаю, вот я могу вам приблизить, чтобы вам получше это все дело видно было. Значит, secretneighbor, тайный сосед, скоро будет объявлено. И вот как раз этот слоган. Новая игра во вселенной Hello Neighbor, вопросительный знак. И вот интересный, смотрите, момент. Появляется типа как скриншот, это как бы превьюшка вот этой самой интернет-страницы. Этого изображения мы нигде не видели. Сразу понятно, что оно сделано специально для этого сайта и зашифровано, спрятано, потому что оно нигде, ни в каких новостях как бы не фигурирует. Только если ты сам решишь отправить название этого сайта, твитнуть или пост какой-то сделать, то оно проявляется. И здесь мы видим, что здесь сосед, это явно зеркало стоит, потому что здесь у нас есть цветы, и цветы отражаются, будильник, и будильник тоже отражается. Напротив зеркала стоит сосед и показывает типа, тихо-тихо, не рассказывай этот самый секрет. То есть вот такая интересная тоже пасхалка была обнаружена удивительным образом. И мне очень понравилось, что такие вот всякие скрытые послания остаются. Начали, конечно, разные теории выдвигать, что означают вот эти вот слова. Начали переводить, кто-то перевел их на Зулу, потом Зулу на английский, с английского на русский. Получилась какая-то билиберда. Ну что-то там было такое по сети сайт разработчика. Я зашел на сайт разработчик, посмотрел, ничего там вроде как нового не появилось. Может быть, я просто там не увидел. Поэтому сейчас, ребят, бросаем все дела и начинаем расшифровывать вот это самое страшное послание от разработчиков. К чему оно нас приведет, пока что не знаю. Но как только у меня будет какая-то дельная информация, я обязательно сразу же ее опубликую. С вами поделюсь, с вами это дело обсужу, покажу, расскажу. И мы дальше будем с вами ждать каких-то объявлений, обновлений. Если вы помните, то какая же это у нас была часть? Это у нас была часть... Альфа третья, по-моему, выходила у нас как раз в начале мая. У нас как раз апрель заканчивается. Май скоро начнется. Что-то мне подсказывает, что разработчикам и издателю очень нравятся эти майские праздники. День победы, день солидарности трудающихся. И что-то мне подсказывает, что именно в это время будет сделан какой-то анонс. А может быть даже это самое DLC и выйдет. Но так ли это на самом деле, никто толком сказать не может. Поэтому, если вы расшифровали, пишите мне. Если вы нашли что-то интересное, пишите мне. Если вам понравилось это видео, вы ждете продолжения. Ставьте лайк, конечно же, и подписывайтесь на мой канал. Ссылка на него есть в описании. Ссылка также на мой живой канал есть в описании. Скоро появятся блоги с поездки на стримфест. В общем, жду вас, не дождусь. С вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте. И пока-два. Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться. Чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты шурха, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!